Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok С нами здесь Антон Евсеев Привет, Антон! И Елена Мисоедова Анастасия Мисоедова А вот интересно, как у нас получилось Анастасия Мисоедова Ну что, друзья, давайте я сейчас, может быть, хочу первый вопрос задать И чтобы вы уже успели нам позвонить Ну что, такой вопрос сегодня, наверное, первому Антону Так как он первый откликнулся на наш призыв Как вообще прошел фестиваль Street Energy? Рассказывай В этом году Конечно! Как ты попал на него? Ну как? Я был просто в том году участником И в этом году, так сказать, я его уже ждал И зарегистрировался в участники Как бы было все очень круто Я бы сказал так Гораздо лучше даже, чем в том году И с аппаратурой, и со зрителями Понятно Ну, как вы думаете, друзья, чем же занимается Антон? Антон, раскрывай карты Битбоксом Битбоксом Почему не рэп не читаешь, не танцуешь? Ну, не знаю Как ты больше на это потянул, скорее всего, что ли Я не знаю В 2011-м Урбани увидел И там увидел Тараса Станина Мне как бы это понравилось Но я не стал заниматься Я заниматься стал в 2012-м году Когда мне друг показал какие-то там пары фишек И все, как бы понеслось после этого Знаешь, ну ты расскажи, как у тебя с этим все происходит С этим? Ну, так же случайно увидела В том году не попала Почему-то испугалась Считала, что не доросла еще до этого Есть какой-то ценз? Ну, не ценз Просто рассчитываешь свои силы И думаешь, сможешь на сцене держаться, не сможешь Вот, в этом решила в году попробовать Очень понравилось И приятная такая атмосфера По аппаратуру очень качественная Но мне понравилось Чисто как певцу, исполнителю Вот Была очень рада, довольна В каком жанре выступаешь? Рэп Но в основном петь тоже могу Ага, ну а ты на кого-то ориентируешься? Какие-то у тебя есть кумиры? Кумиры? Ну, из самарских, например Тот же Даром Добро Мона 36, который был судьей То есть я... А если повыше брать? Повыше? Может быть, какие-то мировые знаменитости? Я минимум очень люблю Имени мы Отлично Ну что, у нас есть телефонный звонок Давайте принимать Алло, здравствуйте Как вас зовут? Здравствуйте Меня зовут Елена Елена, очень приятно Елена, ну давайте Сразу же будем вам, надеюсь Вручать билеты в кино Так что же умел делать Удивительный аппарат Мейлофон В фильме «Гости из будущего» Но если я не ошибаюсь Читать мы с вами постоянно Конечно А вы смотрели этот фильм? Да А читали Кира Булычева? Ну да, да Ну понятно Ну конечно, тут очень простой вопрос И билет в кино В киномечту До конца года он действует Поэтому можете смело Отправляться смотреть Какой-нибудь интересный фильм Или мультфильм Спасибо за звонок Ну что, у нас есть фотографии С ваших выступлений Предлагаю посмотреть сейчас Давайте с Антона начнем Антон, значит Сколько времени в день Ты уделяешь тренировкам? Да, честно говоря По разу бывают такие дни Что можно вообще Весь день уделить этому А как это? Ты перед зеркалом, я знаю Там с какими-нибудь пробками Да нет, ну это же нет Просто ходишь и битбоксишь Так же, как с друзьями У нас есть, в принципе, еще и сходки Сходки даже есть? Да, я организую сходки И как бы пытаюсь Чтобы все друзья дружили вместе Все битбоксеры А что вы там делаете? Качаете? Нет, мы как бы учимся У друг друга Чему-то новому Ну а есть какие-то, я не знаю Ориентиры, на которых Вы как-то равняетесь? Смотрите там видео Кто-нибудь Ну да, конечно Есть лучшие битбоксеры Есть битбокс-легенда Ну-ка расскажи нам Кто это? Ну сейчас все смеются Если битбоксеры смотреть Это, конечно, Рипсван Почему они смеются? Ну потому что Все загоняются по Рипсвану Вот Как бы Это очень крутой чувак И он уже Вошел как легенда Из битбоксеров А сколько ему лет? Ему, если не ошибаюсь 23 или 24 И занимается он где-то То ли 12 То ли 11 лет То есть уже легенда В таком юном возрасте Получается? Ну он занимается В спеленных, считай И он из Англии, кстати Ну там, может быть У них какие-то есть Специальные курсы Ты сам учился? Ну Сразу получилось? Где-то Ну, как сказать Сразу За один день, в принципе Научился Самым главным звуком Это ПЦК Который есть ПЦК? Ну Ух ты Настя Ты умеешь так? Ну вот Круто Ну то есть Это, в принципе Может сделать каждый Что нужно для этого? Ну Я не знаю Рот Да А ты какие-то, не знаю Скорговорки Что-то там занимаешься Нет, скорговорки Я никакие не учил А как развиваешься? Само по себе В принципе Должно развиваться Просто кому-то Кто-то смотрит По телевизору И он сразу Допустим Может повторить Этот звук А я вот, например Смотрел какие-то Там вообще не понимал Как он это делает И даже представить Не мог Вот А сейчас Как бы Смотришь И уже смеешься Как бы на это видео Что это очень просто На самом деле А какой самый сложный звук Который ты можешь Сейчас нам продемонстрировать Извлечь из себя Для меня Или для всех Для тебя может быть Для меня был Ну очень долго Хотел горловой бас Наверное Который электронный То есть Он в клубе Как бы помогает На выступлении То есть Когда ты сделал Этот звук Так спешно смотреть Как будто человек Робот Да Какой-то такой А если для других Может быть Кто-то говорит Ого Вот это Неужели ты умеешь А мы и не умеем Это Нет Ну у кого-то Я говорю Есть горловой бас Кого-то Вообще нет У некоторых Битбоксеров У девочек, наверное, нет. У девочек, да, редкость самая большая. Горловой бас, еще бы. Откуда это все? Ну, может быть, нам что-нибудь сейчас изобразишь из горловым басом, из ПЦК? Ну, да, давайте. Давайте сейчас смотреть. Антон Евсеев у нас победитель. Street Energy. Человек-легенда уже, я надеюсь. Сколько тебе лет-то? 22 мне давно. То есть тебе еще недалеко до того самого легендарного? Нет, мне очень недалеко. В 24-м годах. Ну что, давай сейчас тебя крупным планом и поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Вот как-то так. Ты смущался, мне кажется, в конце. Скажи, это авторская музыка или ты какую-то берешь... Вот это все, что я делал, это я сам придумал. Есть какие-то мелодии, которые делают каверы. То есть берут какой-то трек и пытаются сделать его в битболте. Какой-то супер-супер известный можешь нам... Да, ну это вот, наверное, с которым я скрепчусь с этим. Ну вот это... Я представляю, такая семья битбоксеров, да, разговаривает? Нет, ну это на самом деле было круто, наверное. Круто, круто. У меня постремнись к этому, есть, по крайней мере, установка такая. Скажи, а вот как это родилось вообще? Откуда ты не изучал историю вопроса? Я, кстати, читал в интернете, многие говорят, ну, каждый раз ходят с версией, но... Кто был первым? Самая главная версия была, что типа там, как бы, за границей, там, в Америке, в каких-то, то ли, в 80-х, 90-х, как бы, рэперы выходили на улицу, и они были бедные, у них как бы не было денег на аппаратуру, то есть, вот. И были ребята-битбоксеры, которые им делали, то есть, ритм там, под рэп, и они читали рэп, как бы, вот так и появился битбокс. Появился он из рэпа, можно сказать. А вот и рэп у нас. Представительница рэпа. Вот и рэп. Скажи, пожалуйста, Настя, вот ты, как часто, я не знаю, ты пишешь тексты, ты или читаешь чьи-то стихи, или ты читаешь чью-то, как вот это вот произведение? Тексты пишу сама, свои. Вот, хочу научиться музыку писать. А что нужно для этого тебе? Нужно для этого, голова должна быть, и немножечко технический склад ума, потому что все-таки, ну, не в обиду девушкам, но мужчинам, мне кажется, проще этому научиться. Потому что там различные примочки, фишки. Говорят, что женщины с техникой не дружат. Вот, я поэтому пока медленно, но уверенно двигаюсь к тому, чтобы музыку писать. Давайте посмотрим фото, Настя. Расскажи, где ты выступала вообще, и, может быть, как люди реагируют на тебя? А есть ли, я не знаю, какие-то отзывы хорошие? Отзывы, ну, это, во-первых, первый раз такой полноценный рэп получился в лицее, в медико-техническом, где я училась. Меня потом сразу называли лучшей рэп-лицее, все дела. Это как раз на стрит-энерджи. Вот. Ну, было немного волнительно первый раз выступать в лицее, потому что, ну, есть такое предвзятое отношение, что девушка и рэп не читает. То есть несовместимо. Да ладно, сколько их вон знаменитостей? Ну, есть, но вот как-то так получается. Может быть, потому что еще считать, что возраст не такой маленький, не знаю. Ты должна быть взрослая женщина, которая читает. Да, такая бывалая такая, здоровая. Желательно афроамериканка, да? Вот. Поэтому как-то волнительно было, но это нравится, это захватывает дух, это то, что вот именно продиктовано сердцем, душой. Поэтому делаю это с удовольствием всегда. А у тебя только рэп? Фанк, например, не пробовала? Фанк? Нет, не пробовала. Вокал пробовала, что-то такое более современное, хип-хоп там, такое. Ну, так сказать, по настроению все. Как люди реагируют вообще? Реагируют здорово. Спой, зачитай, рэп, ну-ка, прочитай, ну-ка, покажи. А вот есть, я знаю, что же еще импровизация, так скажем, те, кто... Фристайл. Фристайлит, да. Ты не пробовала себя? Нет, как бы считаю, что для этого должна быть такая мобильная голова и большой словарный запас. Так иногда, если получится, то... Симпровизировать можно? Да. А вот, не знаю, примкнуть к клану битбоксеров, примкнуть к клану... Ну и что, ты умеешь битбоксер? Замутить свой проект какой-нибудь. Дуй, я только за, в принципе. Дуй. 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 Ты одна сейчас, сама у себя, и ты выступаешь музыкантом. Сама у себя, да, одна. То есть, если вдруг сейчас нас смотрят какие-нибудь перспективные музыканты, которые ищут себе вокалистку в стиле рэпа, она сейчас покажет, что она умеет, мы про Настя уговорим. Так что, Настя, тебе, я не знаю, микрофон в руки не дам, но тебе оба покраски... Ты можешь сделать бит. Это тебе быстрее или медленно? Ночь, мне подари парочку звезд, чтоб написать в небе вопрос, есть или нет, счастье во мне, чтобы его дарить тебе. Это было неподготовлено, кстати. Слушай, а что-нибудь в другом темпе есть у тебя? Вот и дуэт, кстати, вот мне режиссеры подсказывают, родился. Говорят, давайте назовем его универсальный бит. Нет, нет такого? Угу, был у нас тут пакет бит. Пакет бит. А что-нибудь в таком действительно вот рэп-рэп там зачитать, я не знаю, души. Лирикой-лирикой. 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 Ну, не знаю, так думать надо. Не знаю, что-то. Я любитель лирики, как ни странно. Ты с этим выступала, да, на фестивале? Нет, я выступала с двумя песнями. Ну, первая была рэп такая, про любовь, а вторая уже грустная такая, более-менее. Ну, у нас сейчас будет время немножечко подготовиться. Я дам, Настя, две минутки. Мы обратились к горожанам на улицах и спросили вообще, какую музыку они слушают. Разные ответы мы получили. А затем непременно вернемся в студию, и уже у нас, может быть, здесь даже родится какое-то невероятное музыкальное произведение. Почему нет? Моми тролль. А почему? Не знаю, отличные, замечательные ребята. Красиво поют. Я не знаю. Ну, мне просто нравится. Любимая композиция какая у них? Невеста пусть вызовет. Она петь можете или пару срок хотя бы оттуда? А как же тебе повезло, оу, моей невесте. Моби слушаю, слушаю Рамштайн. Ну, очень много всего есть. А почему вот именно эти группы? Какой стиль музыки? Что там? Какой стиль музыки? Ну, нравится, поэтому и слушаю. Я как-то определенно не думал о стиле музыки или о чем-то таком. И какие композиции нравятся? Почему именно они? Ладно, расскажу вам про самую любимую. Это Моби Enter the Matrix. Знаете такое? Слышала. Нравится он тоже нам, да? Вот, мне очень нравится. А почему не скажу? Металлика нравится, Ария нравится. А чем нравится, почему? Ну, например, у Арии очень неплохие слова, смысловые. Ну, например, что помнится по строчкам? Я свободен. Нет, так не скажу я полностью, стихи не помню. Но смысл-то понятен. Вот, я свободен, мне очень нравится. Такая душевная, хорошая мелодия. Ну, групп много любимых. Мне нравится Зак Уайлд, который играет в Сузи Осборном. Ага, почему именно это? Мне нравится подача, которую он музыку свою подает легко, очень непринужденно. Я знаю, как бы, что это профессионально, мне нравится сама подача. А напеть что-то можете? А, нет. Это слишком круто. Слишком круто. Напеть не могу. Какая любимая композиция у вас? Мама, я иду домой. Песня Зак Уайлд, там вообще соло суперское просто. У Зосборн, я считаю, один из гениальнейших рок-исполнителей 20 века. Я думаю, это одна из самых крутейших песен. Ну, что-то, наверное, из старого такое. Машина времени очень нравится. Лучила Пампилиус. А чем? Король о шуме. Не знаю. Ну, песни у них какие-то вот от сердца, что ли, вот. Такие с душой, там, так, про жизнь, про правду, если так можно выразиться. А можете напеть или стихи какие-нибудь зачитать из их песен? Вот новый поворот, и мотор ревет. Садорные люди живут у нас в городе, на самом деле. Друзья, если вдруг видите где-нибудь на набережной, на Ленинградке, или еще какой-то другой локации человека с микрофоном Самара Гиз, не шарахайтесь, отвечайте на вопросы. Всегда интересно послушать, что думаете вы, наши зрители, наши горожане, на тот или иной вопрос. Ответы, как вы видите, самые-самые разнообразные. Ну, я напоминаю, что у нас прямой эфир 202-11-22, телефон студии. Если есть вопросы какие-то, звоните. Может быть, комментарии по творчеству наших сегодняшних гостей. В первой части у нас победители фестиваля Street Energy. Здесь с нами Настя. Антон, Настя сейчас как раз-таки что-то нам еще собралась исполнить, тем самым зафиналить первый блог. И понять, что действительно это победители фестиваля Street Energy и никакие другие. Давай еще бит дашь? Нежный такой, я тебе там дам. Нежный бит. Нежный. Что значит нежный бит? Антон, ты понял установку? Прям нежный бит. Ну, чтобы больше... Да я не знаю. Ты даже не представляешь, как же это глупо думать о тебе весь день, всю ночь и все утро. Память следует знакомому маршруту марш. Под тем местом, где мы все помним, от слез до шуток. Но пока не спеша, шагаю я по тем камням, из которых, как гласит легенда, усадьбы дворян. Ты проблема моя. Номер один. И даже два, даже три. Эт твоей любви кругом голова. Ух ты, хочется продолжения. Ну, а если хочется продолжения, то можно легко и Насте, и Антона найти в социальных сетях. Я думаю, там с их творчеством поближе ознакомиться. Ну, или увидеть их, скорее всего, может быть, даже на фестивале «Старт», который, да, будет у нас интереснее. Ой, я даже не знаю. Ох ты, звезда. Нет, не в этом все. Ну, спасибо большое, что пришли. Вам творческих успехов. Ну, а впереди у нас ребята, которые расскажут, а мне кажется, очень интересное мероприятие с большущей историей. И я думаю, что будет интересно не только фотографам, но и просто людям, любящим какие-то интересные события, интересные, ну, не знаю, выставки. Потому что это Самарская сушка. Что представляет из себя это мероприятие, расскажем уже совсем скоро. Ну, а впереди вновь у нас опрос горожан. Но теперь на тему любимого кино. Билеты в кино мы уже разыграли. Впереди розыгрыш билетов в театр. Самарская площадь. Не переключайтесь. Мне нравится фильм «Один плюс один». А чем? Почему? Ну, он о человеческой доброте. В принципе, о жизни, о счастье. Что, несмотря на то, что кем ты являешься, ты можешь быть счастливым. Зацепил, конечно, аватар. Ну, то, что вот так вот в память врезалось. А в принципе, из-за спецэффектов. А в чем там идея фильма? Расскажите, рассказать можете? О чем он хотя бы? Ну, как и бегут синий человечкин, делать не в этом, а в чем? Нет, ну, там подоплека такая, то, что... Ну, не могут быть все одинаковыми. То есть, как говорится, есть совершенно разные формы жизни, и, как говорится, каждая из них имеет право на существование. Брат пусть будет. Да? Наш фильм, вот, Бодровка, здесь снимался. А почему это кино вам нравится? О чем оно? Ну, о России, так скажем. О нашей жизни. Вот, наверное, поэтому мне нравится, что там, как бы, ну, все более, наверное, реально и близко к нам. Как главного героя характеризуете? Ну, наверное, как сильного волевого человека с характером, знающего то, что он хочет. Ну, может быть, не всегда, но, по крайней мере, он в поиске и стремится к чему-то хорошему. Ну, их очень много, на самом деле, любимых фильмов, но, наверное, здесь курят. А о чем там? Не смотрел, я не знаю. Очень-очень зря. Там о американском лоббисте, который работает на табачную корпорацию. И вот он немножечко там ведет свой образ жизнедеятельности. То есть, воюет с сенатором, с борцами, с раком и с такими другими всякими людьми. Очень интересный фильм, советую смотреть. Пират Карибского мэра. Ну, ты расскажите о нем. В чем там суть фильма? Что в этот фильм вас привлекло? Джек Воробей прикольный. Пират. Делает, что хочет. Когда хочет плавать на своем корабле. Охотится за ним постоянно. Последний фильм, который меня поразил, Мюнхен. Стивена Спилберга. О том, как в 72-м году на Олимпиаде в Мюнхене была взята в заложники и расстреляна сборная олимпийская по-израильской. Такой фильм серьезный, глубокий смысл. Спецагентура, Моссад ищут этих вот палестинских террористов и так дальше. Но очень глубокий фильм. Меня у того поразило на последнее время. «Легенда номер 17» впечатлил. Очень хороший фильм. А о чем? Скажите просто. Что это за герой? Это кино о том, как нужно бороться, как нужно стремиться, перешагивать через все, что у тебя есть, через все преграды, добиваться целей. В данном случае, результаты, главный герой. И добиваться успеха. Чтобы других порадовать и себя удалить. Ну что, в этой части программы мы говорим про Самарскую сушку. Не знаю, кто-то, может быть, первый раз об этом слышит. Кто-то уже бывал, кто-то даже участвовал. В любом случае, нам важно ваше мнение. Так что звоните 202-11-22. Все подробности у организаторов этого мероприятия. Давайте знакомиться. Здесь с нами Юлия Сафронова, здравствуйте. Максим Сафронов, добрый день. И Егор Кудряшов. Очень приятно всех вас видеть, ребят. Ну, кто возьмет слово и расскажет нам хотя бы такую небольшую экскурс, что такое Самарская сушка? Ну, давайте я, конечно, скажу, как являюсь, так скажем, официальным представителем этого движения, которое на самом деле появилось впервые в России, в Санкт-Петербурге, и обязанным этим Андрею Кезину. Это питерский фотограф, с недавних пор еще и кинорежиссер. На все руки мастер. На все руки мастер, да. Действительно, человек, который занимается также и образованием в области фотографии. Замечательный человек, мы с ним лично знакомы. Это очень приятный собеседник. Так, и что он сделал? Он на кого-то равнялся? Какая-то еще была глубокая история? История, как потом, я выяснил, действительно глубокая. Но его проект был, скажем так, индивидуальным в том плане, что Андрей впервые провел этот проект в Санкт-Петербурге, преследуя цель объединить фотографов в такой неформальной обстановке. И получилось у него? Да, конечно, это у него получилось. Прошло это в 2011 году впервые при поддержке образовательного учреждения Академии фотографии. И было это на задворках издания газетного известия. В чем суть? Суть простая, да безобразие. Всем желающим предоставляется возможность прийти и продемонстрировать свои фотографии, напечатанные, путем того, что они вешаются на белевые веревки с помощью прищепок. Поэтому отсюда и название «сушка». Егор, вопрос такой, как человек, который уже тоже организовывал подобные мероприятия у себя в антикафе. Есть два варианта сушки. Кто-то разрешает забирать фотографии, а кто-то не разрешает. Организатор, у вас как будет в этот раз? Ну, тут на самом деле есть такое вот различие. Мы не будем разрешать забирать фотографии до конца сушки. Почему? Потому что если люди сразу разбирают те фотографии, которые принесли, то к концу мероприятия уже становится меньше интересных фотографий. А здесь мы уже разрешим, если разрешим забирать, то это будет вот последний час. То есть это какой-то резерв, такой стикер резервированный. Да, чтобы все смогли увидеть вот хорошие фотографии и все полный объем фотографий. Юль, ну кто может принять участие? Сейчас еще как-то вы, не знаю, набираете? Или все желающие могут прийти куда-то в назначенное время, в назначенное место? Вообще абсолютно любой человек может поучаствовать в сушке. Без разницы? Без разницы. Какой возраст, какой пол, образование? Даже не фотографы могут поучаствовать. А есть ли тематика какая-то у вас? Нет, сушка никогда не ограничена какой-то конкретной тематикой. То есть это абсолютно свободный творческий поток. То есть действительно любой человек, который считает себя любителем, профессионалом, либо просто пофотографировал у себя дома и хочет кому-то показать. Да, так, кстати, было. Просто хочет показать эти фотографии, он приходит и участвует в этом проекте. Понятно. Ну у нас есть, кстати, фото, которые ребята принесли с собой. И давайте посмотрим, а мы уже за, так скажем, кадром продолжим рассказывать. Наверняка уже вы какую-то тенденцию для себя выяснили. Какие же фотографии, не знаю, люди в большей части приносят? О чем они? Ну фотографии всегда разные. Это абсолютно весь спектр жанров фотографических. Ну и, может быть, мне отрадно для себя, потому что на многих фотографиях присутствуют люди. Ну как самый интересный объект, наверное, для фотосъемки. Соответственно, совершенно различные могут быть фотографии. И даже присутствуют иногда фотографии стиля ню. Даже так? Да. Так как на сушку приходит совершенно разный возраст посетителей, зрителей, мы просим свои фотографии такого стиля закрывать листом белой бумаги, на котором напечатано в 17+. Ох ты! Серьезный подход! Поэтому, ну, это... А то есть отдельный стенд за ширмочкой сделать, если... Ну, нет, зачем ограничивать как-то? Это уже достаточно. Понятно. Но кто в большей степени, Егор, участвуют? Девушки, парни? Вот есть какой-то такой момент? Участвуют, на самом деле, все. Молодые, взрослые. Но в основном это молодые фотографы. То есть, там, студенты, вот, когда начинают... Появился первый фотоаппарат, может быть, первый профессиональный фотоаппарат. Или телефон. Да. И есть, главное, вот, большое желание фотографировать, делиться этим. Вот в основном такие люди приходят на сушку. Вопрос, Юль. Вот я видела, там на каких-то фотографиях что-то сзади написано. Это что там? Какая-то специальная информация должна быть? Ну, участники сушки могут оставлять послание на обратной стороне фотографий, свои контакты. Особенно на фотоиню, да? Я так понимаю. Или нет? На всех-всех-всех. Это на усмотрение. Имя, фамилия, там, не знаю, что-то еще. История фотографий. Может быть, телефон, может быть, какие-то пожелания будущему обладателю фотографии. То есть, в принципе, как говорится, ничего такого конкретного вы не ставите. Никаких рамок, что там нужно обязательно писать. Хорошо, а как происходит вот этот обмен фотографий? Вот заканчивается сушка. Люди сразу же бегут и говорят, это мне, это мне. Или как это все происходит? Ну, на самом деле, в принципе, так и происходит. Потому что в течение времени... Да, ну, для развешивания. Многие уже видят те фотографии, которые им понравились, соответственно, бронируют. И когда разрешается фотообмен, они спешат за своим сокровищем, своей наградой. Вообще много народу приходит? Ну, обычно, да. Ну, как бы зависит еще от погоды, потому что это мероприятие мы стараемся проводить на открытом воздухе. А так, ну, порядка сотни человек проходит за день. Какие отзывы вы слышите обычно? Ну, так как это действительно такое мероприятие, наверное, для начинающих фотографов, потому что я сам его захотел организовать, наверное, из-за того, что в Самаре очень мало площадок для человека, который только вот начал заниматься фотографией. Соответственно, всем этим людям очень импонирует такое внимание, и они просят продолжения сделать еще очередное мероприятие с ушкой. Ну, и в Самаре мы стараемся как-то разнообразить этот день какими-то еще дополнительными мероприятиями. Ну, вот я хотела спросить, что еще сопутствующее будет? Сопутствующее? Ну, всех секретов мы раскрывать не будем. Ну, хотя бы чуть-чуть. Но обычно это, конечно же, какая-то интересная музыка. И в Самаре существуют еще разные, так скажем, сообщества, которые занимаются фотографией, и мы стараемся их призывать и сделать какие-то презенты, например, авторам, которые им понравились. Ну, а вот, я не знаю, такая ситуация. Висит моя фотография, вот, никто ее не берет. Вот как быть так? Вот вы как-то, я не знаю, поощряете. Может быть, какие-то у вас там ходят люди, ну, с должным уровнем уже профессионализма, которые могут подсказать что-то, как-то, я не знаю, намекнуть человеку. Человек, ну, вот что-то немножко по-другому. Давайте я отвечу на этот вопрос. Максим, давай. Как знакомый человек с фотосообществом самарским. Ну, вот даже на фотографиях можно заприметить одного человека, который, наверное, часто посещает нашу сушку. Это Владислав Шерман. Это самарский фотограф, да, довольно известный. Или мотор самарский. Да, и не только самарский, да, соответственно, он известен в более широком кругу людей. Он очень охотно общается с молодыми фотографами, соответственно, дает им какие-то советы, рекомендации. Это мероприятие хорошо тем, что там совершенно свободно, спокойно, можно поговорить, пообщаться друг с другом и с всеми, кто туда пришел. Ну, то есть, в принципе, такая свободная, достаточно атмосфера. Да, дружелюбная, даже семейная. А сами организаторы вывешивают свои фотографии? Если они умеют фотографировать, то, конечно, да. Ну, я как бы спрашиваю именно про вас. Будете участвовать? Я точно нет. Хороших фотографий нет, но Максим, наверняка, да. Как определить, хорошие фотографии или нет для сушки? Вот я сижу и думаю, сейчас так перебираю мысленно. Там отпуск был недавно, котик тоже есть. Я вот думаю, как вот выбрать ту самую фотографию, которую хочется принести? Или несколько? Какого формата они должны быть? Что еще нужно принести с собой? Ну, начнем с формата. Формат совершенно свободный. То есть, на ограничение, наверное, только в финансовых возможностях, на печать. То есть, если я принесу плакат 5 на 5, вы его повесите? Это будет нормально, да. Отлично. Но это будет забота самого человека, кто его принес, куда его повесить. То есть, еще с собой килограмм прищепок, да, я так подозреваю? Ну, да. Так, формат не важен. Что еще, как бы, на что обратить внимание? Ну, для выбора действительно интересных фотографий, я бы рекомендовал начать заниматься этим заранее. Не в последний вечер перед сушкой, а, ну, хотя бы там за неделю начать уже перебирать свои бесконечные архивы. Сушку, да, ребят, я принес фотографии. Вот, кстати, Влад Шерман, мы видим его сейчас, человек-легенда, о котором уже наши гости рассказали. То есть, принести там, помочь выбрать, составить, то бы 10. Сколько фотографий можно принести? Да, это прекрасно. Ну, на самом деле, фотографии можно также принести практически неограниченное количество. Ну, нельзя так говорить, потому что сейчас... Ну, это все зависит только от, так скажем, своего личного, не знаю, своей совести, занятия, всю выставку, всю экспозицию. А бывало так, что люди приносили десятки фотографий? Десятки фотографий — это нормально. Это нормально? Да, места хватит на больше, чем десятки фотографий. Друзья, ну, сейчас мы расскажем обязательно, где, во сколько будет все это дело происходить. Я хочу, наверное, немного прерваться от фотографии и еще обратить ваш взор на другую фотографию. Сейчас вы увидите человека, человек-легенда, отмечает сегодня свой день рождения. Кто это? Позвоните нам, расскажите, может быть, вы можете что-то сказать. Билет на спектакль «Темная история» английской комедии, театр «Самарская площадь», 24 августа, 18.00. Удивительный спектакль, который стоит посетить. Ну, и человек тоже, знаете, непростой. Если узнали, звоните 202-11-22. Ну, а теперь хочется узнать, где, когда, во сколько, что это будет происходить? Егор. Егор. Максим. Максим, алло. Так, ну что, Егор, рассказывай. Где, когда? На самом деле, происходить все будет на площадке во дворе Китай-кафе «Идея». Соответственно, это будет у нас... 23 августа с 3 часов до 7, то есть 4 часа. На улице. Да, это будет на улице. Но в случае, если погода все-таки нас подведет и начнется дождь, то мы это оперативно перенесем уже на закрытую площадку. А где это находится? Это Красноармейская 5, пресчение Куйбышева и Красноармейская. Соответственно, во дворе ТНК-кафе «Идея». Можно ли привезти с собой ребенка? Да, конечно. Допустим, кто-то, если сейчас нас смотрит и захочет... Приходите с детьми, детям наверняка будет интересно, то есть они тоже смогут побегать, посмотреть, пофотографироваться. Думаю, вполне. Ну, а, я не знаю, фотографы будут там у вас работать? Может быть, какой-то флешмоб у вас там, я не знаю? Может быть, что-то еще решите провести? Ну, этот вопрос сейчас обсуждается. Вероятно, там будет действительно отведено определенное место для фотографий. Ну, а так можно с собой просто принести фотоаппарат и сделать хорошие, интересные снимки с этого мероприятия самостоятельно. Ну, еще раз, друзья, напоминаю, что мы говорим про Самарскую сушку. И если у вас есть желание, если есть в арсенале, ну, достаточное количество хороших фотографий, приносите их вот уже в ближайшее время, 23 августа. Я думаю, что развесят обязательно, вдруг кто-то заберет ваши фотографии. А есть те, кто приносит, но не дает забирать? Ну, таких пока не было. То есть с большим удовольствием отдают все, берите. Ну, люди часто фотографируются напротив своей фотографии, где уже висит стикер с бронью. И я считаю, что для них это большая радость. Ну, а какую все-таки цель преследует вот эта та самая сушка? Вот какая цель? Великая. Ну, как, да, организатор, я изначально преследовал цель — это действительно создать какую-то простую площадку для начинающих фотографов, чтобы себя продемонстрировать, свое творчество. Ну, а также для меня это всегда большая радость, потому что люди встречаются, они общаются. Это в первую очередь общение. Они узнают что-то новое для себя и, самое главное, знакомятся с теми людьми, которым не безинтересно и не безразлично то, чем они занимаются. Ну, у нас есть еще немножко фотографий, давайте посмотрим. Расскажите, это вот где проходило? Это пятая предыдущая сушка. А сколько всего было? Сейчас будет шестая. Пятая происходила на площадке арт-центра. Я смотрю, очень многолюдно. Достаточно много. Ну, так как она была крайняя, то поэтому оттуда мы побольше фотографий. Ну что, друзья, есть еще у вас время, возможность отгадать человека на фотографии известный, ну, давайте подскажу, ну, понятно, видно по нему, музыкант. Родился в 1948 году. Кто это? Звоните. 202-11-22. Все прогрессивное человечество, слушающее качественную музыку, сегодня его так или иначе вспоминает. Ну, у нас не так много времени остается. Наверное, стоит как-то еще резюмировать какие-то важные моменты, какие-то важные факты. Пригласить всех, кто сейчас нас смотрит. Камера, кстати, напротив вас. Давайте мы по очереди, по паре слов, так скажем, напутственных, организаторских. Максим, вперед. Ну, я, конечно же, приглашаю всех, кто фотографирует и кто, может быть, только начал этим заниматься, либо занимается давно, на Самарскую сушку 23 августа. И, конечно же, побольше вам хороших, позитивных кадров, которые можно посушить. Где? Площадка Тайм Кафе Идея, Красноармейская 5, пересечение Куйбышева и Красноармейская. Собственно, во дворе, во дворе. Во дворе, во дворе, 23 числа. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Алена. Алена, очень приятно. Алена, вы узнали этого мужчину? Да, конечно. Кто? Роберт Флант. А кто он? Он легендарный рок-музыкант. А какой группе принадлежит? Лед Зеттлен. Конечно, это Роберт Плант. Сегодня день рождения. Лед Зеттлен. Обязательно послушайте чего-нибудь для настроения. Спасибо, ребята, что пришли. Не бойтесь фотографироваться, не бойтесь показывать свои фото, улыбайтесь. И, конечно же, оставайтесь на телеканале Самарагист. Всю подробную информацию можно найти в нашей группе. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова